Привет, друзья! Вы на канале Барус Лайф. И сегодня в этом выпуске я поделюсь своим опытом, как же я съездил в Украину, туда и обратно. Расскажу предысторию, с чего все началось. Кто не в курсе, у нас должно было быть воссоединение семьи. Ждали эту дату, наконец-то и дождались. Пришло так, грубо говоря, за две недели до поездки. На 30 июня пришла нам дата на подачу, на воссоединение семьи. То есть пакет документов уже, в принципе, был собран. В этом видео речь пойдет не о пакете документов, а о том, какие приключения меня ждали, как проходила моя дорога, там, тесты и все такое. То есть все вопросы, которые были с этим связаны. Начну по порядку. То есть первое, что получили мы дату. Ну и была такая мысль, чем же ехать? Думал, гадал. Почему? Потому что получили где-то в 15-х числах эту дату и еще не ходили толком автобусы. Ну, точнее, ходили. Один вариант только был через ЧОП, но я не хотел ехать там почти там сутки, добираться этим автобусом. Поэтому искал вариант самолетов, вот, чтобы долететь в Киев. Был вариант первый, это Визейр компания, которую мы часто летали. Ну и летаем и сейчас, пока это все, конечно, на отмене стоит. Смотрел вариант на Киев, через Вену, но его отменили, так как в Украине, сами понимаете, сейчас карантин. И все пошло как бы чуть-чуть под откос. Ну, в итоге, хотел потом вариант, рассматривал ехать все-таки автобусом, потому что дату подачи нельзя было проморгать. Эта дата уже была перенесена, у нас еще с апреля месяца, она уже июнь, поэтому нужно было по-любому чем-то добираться. Звонил на автобусы, на Ригабас, то есть та фирма, которая официально заявлена на сайте украинского посольства в Чехии, то есть можно было обратиться к ним, обратился, загадали мне 2000 гривен, то есть в Киев. Вариант был, возможно, через Польшу, никто этого еще не знал, не утверждал, я, честно, уже не перезванивал, то есть не уточнял. Говорили, что должен был там 18-го числа, 18-го ютюня запуститься первый рейс. Кто ехал или ездил, пишите в комментариях, делитесь этой информацией, это, я думаю, важно будет всем, кто любитель автобусов, кто хочет ездить там через Польшу, через Словакию и так дальше, то есть делитесь, не вопрос. Так вот, короче, в итоге ждал я сообщения другой компании, ЧСА, это чешские авиалинии, да, ценовая политика, конечно, не дешевая, 100 евро, грубо говоря, билет в одну сторону, то есть 2600 крон получается, вот, потому что информация запускалась сейчас в мае месяце, что будет рейс на Киев, будет летать, но опять же ухудшение ситуации в Украине, все это отменялось, и в итоге 22 июня все-таки запустился первый рейс, все было круто, я контролировал там каждые часы эти рейсы, каждый день контролировал, потому что мне это было важно, нужно, я готов уже был платить эти деньги, тем более за 2 часа, прилететь в Украину без всяких головников, проблем, и так дальше, но это уже, опять же, дело каждого, тут уже решать вам, как я покупал билет, я недавно выложил видео на нашем канале, то есть я покупал через приложение, можно на компьютере купить, есть ссылка внизу, опять же, под видео, я вам всем оставляю ссылки, которыми лично сам пользуюсь, то есть это не фейки какие-то там, можно заходить на тот же инфобас, на Tickets.ua, мониторить всю эту информацию, ваша задача только ввести начальный пункт назначения и конечный пункт назначения, то есть там Прага, Киев, и вам все варианты, все это покажут, расскажут, и автобусы, и самолеты, поезда, все, что хотите, хотите с другого города водить в другие города, там Парадубицы, Киев, Харьков, Львов, Запорожье, Одесса, кому как нравится, ребят, то есть все это работает, все реально, зашли, посмотрели, устроило, приобрели, все это онлайн, 21 век все-таки, реально все это круто работает, чем ехать на вокзалы, покупать билеты и так дальше, то, что кто-то может говорить, что нужна карточка, там, чешская, неважно, ребят, любая карточка, украинская, русская, чешская, казахская, какая хотите, оплачивайте любой валютой, все это реально, все работает, поэтому он, собственно, на себе это все проверял, да, вот, так что, короче, нашел, зашел я на сайт, приобрел билет, сделал регистрацию, забронировал себе место, все как положено, то есть все это, систему прошел, предварительно, опять же, забронировал на букинге жилье, то есть себе там гостишку взял, в хостел и не хотел, потому что, опять же, коронавирусы все этим, пускай там они есть, нету, не важно, но это для самосбережения, поэтому заказал себе отдельный номер, вот, и, в принципе, ждал уже дату, то есть дату отъезда в Украину, наступила та дата, 30 июня, то есть я должен был быть уже на подаче, в 8.30 утра, соответственно, 29 числа я вылетел, в 11.35 рейс, Прага-Киев, приехав в аэропорт, желательно, опять же, приезжайте заранее, там минимум, кому за 3, кому за 2 часа, в зависимости, где вы живете, добраться тоже очень легко, ну, опять же, в зависимости от того, кто где живет, если кто не знает, можно добраться, если кто со стороны, там, Праги, и с другой, там, части, через право, кто будет ехать, садимся на метро, доезжаем на зеленые ветки метро Велославин, на Драйже Велославин, это станция железнодорожная, вот, оттуда едут автобусы, 119 автобус и разные терминалы, ваша задача, конечно, знать, какой вы терминал будете, с какого лететь, то есть в данном случае, Украина в основном летает с первого терминала, вот, на терминал 1 сели на автобус, там, приехали, стоимость не знаю, честно, сколько там она стоит, ну, там, что в районе, может, 20-30 крон, приехали в аэропорт, пожалуйста, прошли там регистрацию, багаж, если есть, сдали, все это, я без багажа был, то есть, просто с ручной кладью, приехал, думаю, надо расчетать билет, там стоят такие специальные боксы, вот, ввел номер бронирования, выехал у меня такой вот билетик, то есть, полностью там, с рейсом, с датой, регистрация, с посадкой, место мое, все как положено, то есть, уже сразу можно было, либо можно через телефон, тоже это все использовать, это все уже продумано, сделано, и в Киеве, и в Праге, все это есть, поэтому, прошел я ту регистрацию, и дошло до прохождения пограничного контроля, это было самое интересное, потому что, перед этим я интересовался на миграционных центрах, интересовался в посольстве Украины, в Чехии, что мне делать по приезду, то есть, нужно мне сидеть там на самоизоляции, или не нужно, опять же, с 15 июня, ввели, так сказать, в эксплуатацию список зеленых и красных зон, в Чехии относятся к зеленой зоне, соответственно, никаких самоизоляций в Украине мне не понадобилось, слава Богу, вот, но обратно уже нужно было возвращаться, то есть, делать нужно тест, по стоимости теста я промониторил, нашел за 2400 гривен тест в Украине, в лаборатории, там, на одной, не знаю, честно, не помню название, но не важно, я, честно, не хотел делать, потому что еще нужно было его переводить, то есть, это еще гривень 600, то есть, по сумме, где-то 3000 гривен нужно было отдать, то есть, я был не готов, но, опять же, задал нам Министерство иностранных дел запрос по поводу, Министерство иностранных дел Чехии, естественно, взял вопрос по поводу того, что я еду на подачу новостей семьи, возвращаюсь через сутки, то есть, у меня задача была максимум сутки быть в Украине, то есть, не собирался с ним оставаться на неделе, и так дальше, вот, и они мне ответили, что можете сдать либо тест в Украине, приехать с ним, можно приехать сюда и сдать тест в Чехии, непосредственно, вот, поэтому я выбрал этот второй вариант, то есть, думаю, если приеду, если будут там что предъявлять, рассказывать, поеду, просто сдам в течение 72 часов, это официальная информация, ребят, на сайте Министерства иностранных дел, называется cestavani.covid19, там вся информация по поводу любых стран, и Украина, и СНГ, и Россия, и Беларусь, и так дальше, то есть, все что хотите, любые страны, откуда вы будете ехать, путешествовать, вся эта информация там есть, но они мне сказали, что можешь сдать здесь, то есть, и, кстати, я поинтересовался пограничникам, говорю, где еще можно сдать тест, то есть, либо в своей крайской гигиенической станции, крайская, это, то есть, областная ваша, к которому городу вы относитесь, второй вариант, можно прямо в аэропорту, в Праге, сразу сдать тест, все тоже это делается, там вообще очень быстро, приходится на электронную почту, то есть, вообще проблем никаких, на самом деле, сделано все на урок, вот, и параллельно проходили ребята, с Украины, тоже, которые работали в Чехии, по обычным визам, по рабочим, я так понял, они были просрочены, и у них не было, по ходу, по ходу печати, COVID-19, вот этой, поэтому, им сразу пригласили переводчика, и задавался вопрос, задавался вопрос пограничниками, почему они не уехали, когда у них закончилась виза, то есть, они тоже, люди, такие, знаете, задают вопросы, то есть, может на провокацию какую-то пускать, не знаю, то есть, печати в аэропорту не ставятся, раньше, может быть, ставились, ставились на границах при выезде, когда были закрыты границы, сейчас, опять же, есть на сайте Министерства иностранных дел, обязательства, что все иностранцы должны перед отъездом явиться в свою ЦЗНСКУ полицию в своем районе, поставить эту печать, и в течение 24 часов покинуть страну, все, это обязательное условие, то есть, я так понял, ребят не было, они там говорили, конечно, что им типа работодатель разрешил, ну, честно, я не знаю, как это все закончилось, они прошли, да, я их видел уже потом на самолете, но, я не знаю, поставили им там какие-то штрафы, не поставили, я без понятия, ребят, честно, не стану говорить, если кто ехал, такой ситуации тоже был, опять же, делитесь под описанием, в комментариях, очень интересно, потому что это важно, ну, в любом случае, конечная точка, то есть, Украина, начальная Чехия, никаких транзитных зон нету, соответственно, я думаю, тут уже можно договориться, в любом случае, берите с собой договора, рабочие, кто едет с такими моментами, и там не поставили печать, есть случаи, когда там говорят, что полиция не хочет ставить, ну, может, тоже они там отмораживаются, может, им это уже надоело, все неинтересно, не знаю, то есть, берите с собой договор, либо договор о жилье, то есть, где вы жили, чтобы не было проблем у вас реально на пограничном контроле, то есть, вот такая вот ситуация, ну, а дальше, что я прошел, то есть, пограничный контроль, уточнил все моменты, нюансы, то есть, как мне поступать, вот, по прилету, кстати, аэропорты вообще полупустые, там людей вообще мало, то есть, свободное передвижение, если сравнить с прошлым годом, то, конечно, процентов на 80, реально людей меньше, чем было раньше, вот, а по прилету в Украину прилетели мы, обязательно читать все в масках, да, естественно, это без этого никак, есть полет в маске, стюардессы говорят, чтобы одевали маски, то есть, никаких там, ну, может, чуть-чуть там приоткрыть, конечно, но если рядом сидят у вас люди возле вас, то обязательно ношение маски, людей, кстати, было, ну, прилично, где-то процентов на 90 заполнен самолет, то есть, очень много вылетало с Чехии, вот, а обратно, уже, когда летели, там был самолет полупустой, то есть, я сидел один вообще в ряду, поэтому, ну, было мало людей, которые улетали, вот, по прилету прилетели в аэропорт Борисполь, у нас сразу же на входе стояли два пограничника, которые мерили температуру, вот, этим сканером, ну, не знаю, они мерили по рукам, говорят, что правильно лоб мерить и шею, не знаю, это уже потом узнал такие нюансы, вот, но мерили они там пикало, что-то, никто ничего никому не говорил, просто шли, вот, ну, и дальше, опять же, на контроль, то есть, на прохождение контроля шли, вопросов, в принципе, вообще никаких не было, у меня видно жительство, то есть, я давал сразу за грандпаспорт свой, видно жительство, то есть, все посмотрели, да, отметочку поставили, все, до свидания, вот, до права до Киева, тоже такой момент, расписание железнодорожное, шесть раз ездит экспресс-поезд, который бориспольский, Борисполь-Киев, но, честно, вот, когда прилетаешь, мы прилетели, получается, в 14.35, в Киев, следующий поезд, аж почти пол шестого, я, соответственно, ну, там, либо такси, как всегда в Украине, конечно, куча народу, куча таксистов, сразу тебя ловят, прямо на входе, то есть, давайте, садитесь, едем, все дешево, ну, естественно, втридорого, вот, ну, и слышу, автобус зазывает, женщина, Киев-ЖД, мне как раз нужно было попасть на Киев-ЖД, вот, ну, в принципе, центр, можно так сказать, вселенной Киева, вот, 100 гривен билет, вот, сел и, погнал, в принципе, там, где-то около часа, и я уже был в центре Киева, вот, ну, тоже была задача, то есть, понять, как работает эта система, под оправом, то есть, поезда, автобусы, и, обказывается этот автобус, там есть SkyBus, автобус, который, интервал был написан 15-20 минут, но позвонил на горячую линию SkyBus, они мне сказали, что они вообще не работают, поэтому, как-то было интересно, я говорю, а как же, у вас на сайте все указано, что вы работаете, я говорю, ну, это сайт, типа, ну, ну, то не важно, в принципе, я спросил, когда будет автобус на следующий день, вот, идет он в 7.30 утра, и в 11.30 утра, но это, опять же, на период карантина, я не знаю, как оно будет там дальше работать, телефоны там на горячей линии, сайты, все это есть, звоните, интересуйтесь, если кому что нужно, право доехать, и так дальше, вот, ну, собственно, потом добрался до жилья, пришел, поселился, там, вдохнул, так сказать, и утром уже на 8.30, то есть без опозданий, нужно прибыть к посольству на Богдана Хмельницкого, 58, посольство Чехии в Киеве, там рядом и польское посольство, и шведское, короче, улица с одних посольств, вот, пришел на подачу, у нас, в принципе, было не так много человек, где-то в районе 20 человек было, всех людей, вот, обязательно пакет документов, и сразу такие, тут есть моменты, ребят, еще раз повторюсь, про пакет документов, я видео сделаю отдельно, какие документы нужны, и так дальше, вот, обязательно делайте, реально, подачу, желательно с первого раза, потому что у них ксерокса нету, если кто-то где-то забыл одну копию, ну, вот, в случае меня, у меня там были несколько вопросов, потому что я не знал, как точно заполнять анкету, с каких дат, потому что переносили несколько раз, вот, это все мне объяснили, я там заполнил, потом все поделюсь с вами, расскажу, вот, и нужно было сделать всего лишь на все три копии, вот, которые находятся там в 300-500 метрах ксерокс, этот, вам нужно выйти, соответственно, вы теряете свою очередь, и потом я отжидал, реально, я зашел, в 8.30 было начало, я зашел в 9 часов, в 9.15 я уже пришел с этими копиями, то есть копии нужно было делать банковской карточки, там мне нужно, с двух сторон оказывается, и не нужна эта карточка, а не с одной стороны, и нужно было сделать копии, подтверждение выписки, счета с этой карточки, и вот я зашел, потом уже в 11.15, то есть я 2 часа просто просто стоял, на улице, благо там, хоть дождя не было, потому что собирался дождь эти, прождал на своей очереди, чтобы зайти, и просто подать это все за 15 минут, то есть подача реально очень быстро, обязательно все сверяете, все это проверяете, много интересных таких подводок, подводных нюансов, которые не указаны на сайте посольства, то есть как, ну потому что никто не знает реально, как правильно заполнять эту анкету, там есть такие моменты, обязательно с вами этим всем поделюсь, ну а для этого, конечно, не забудьте подписаться на канал, потому что пропустите, потому что не говорите, что я вам ничего не рассказывал, поэтому колокольчик поставили, в правом нижнем углу, кнопочка подписаться, подписались, и вперед, следим за выпусками, дальше, прошла подача, то есть все хорошо, я потом уже вышла в 11.30, как раз с этого посольства, и соответственно автобус уже проморгал, пришлось вызывать такси, то есть такси стоило мне 300 гривен, но это уже не важно, потому что нужно было срочно лететь домой, потому что не хотел оставаться, опять же, это еще один день, плюс в Киеве, это затраты приличные, потому что жизнь как бы не дешевая в Украине, понятно, что это все кредитка вытерпит, но не важно, вот, и параллельно уже ехал в такси, покупал билет на самолет, то есть я выехал в 11.35, грубо говоря, вылет был в 15.25, то есть мне там за 2.50, я купил билет, его зарегистрировал, то есть без всяких проблем, все это онлайн, и уже ничего не распечатывал, уже проходил все так же через пограничный контроль, через регистрацию, просто по телефону, приложил телефон, он сканировал и все, вот, Борисполь, то есть мы приехали, опять же, тоже прошел этот пограничный контроль, спросили только вид на жительство, то есть если есть, если виза, то должна быть рабочая виза, биометрии никакой никто не пропускает, поэтому сразу готовьтесь к тому, что там кто-то, если как-то проехал, я не знаю, ребят, может там успех на вашей стороне, ну, у меня такого не было опыта, и с людьми, с которыми ехали, там общались в самолете, то есть все реально по визам, либо ВНЖ, ну, либо ПМЖ тоже еще, вот, дальше дождались своего рейса, то есть прилетел этот рейс, он же сразу обратно, через там полчаса вылетает обратно, на Прагу, 2 часа, то есть и в принципе все, круто, дальше, что по прилету, пришли, опять же, на стойку пограничного контроля, сразу вопрос, откуда вы прибыли, то есть там передо мной стояла, там чешка, она прибыла с Хорватии, то есть вопросов нет никаких, я показал еще украинский паспорт, она, о, все с Украины, так, ВНЖ, ага, где ваш тест, то есть нужен был тест на коронавирус, с Украины, я говорю, я не буду тест с Украины вам показывать, потому что у меня его нету, я буду делать тест здесь, она, хорошо, вопросов нет, либо вот в Праге, здесь, точнее, на территории аэропорта, можете пойти сделать, либо, опять же, 72 часа, она проинструктировала, что можете сделать своей крайской, инической станции, то есть я говорю, хорошо, я буду делать у себя, вот, ну и собственно, сегодня поехал, сделал я тест, 1756 крон, вот мне дали там, результата пока еще нету, то есть дали там высадки в шедернике COVID-19, где это будет проводиться, мой там код, и в течение 48 часов я уже получу результат, потом еще поделюсь своим результатом, что я там в Украине подцепил, или нет, не дай бог, так что вот такая вот, ребята, была история, путешествие, называется, за почти там 24 часа плюс там, с хвостиком, вот так вот я съездил в Украину, сделал подачу, приехал обратно, и вот завтра уже иду на работу, то есть, потому что уже нужно идти работать, отбивать эти деньги, потому что по затратам вышло прилично, в районе где-то 12 тысяч крон в общем вышло мне, и с тестами, и с поездками, и с билетами, и с оплатой, короче, всего, так что вот так вот, можно сказать, почти большую часть зарплаты оставил в Украине на подачу, ну это не важно, это еще одна цель, которую мы пытаемся добить, мы ее добьем обязательно, это будем подводить потом итоги все по конце, по концу года, вот, так что такая вот история, если есть какие-то вопросы, ребята, опять же, пишем, задаем в комментариях, не стесняемся, делимся своим опытом, делитесь своими там, какие-то историями, кто как ехал, кто как будет ехать, и так дальше, вот, вам спасибо всем за просмотры, ставим лайки, подписываемся, не забываем на канал, делимся видео с кем нужно, так что, только здесь проверенная информация на этом канале, и больше, в принципе, ничего лишнего, так что, такая вот ситуация еще раз, ребят, вам удачи, всем пока, до скорых встреч,